Поддержка села – одно из приоритетных направлений развития региона. Аграрным предприятиям нужны молодые кадры. Сегодня депутаты поддержали предложение правительства области и на 10 тысяч увеличили размер единовременных выплат для молодых специалистов. Теперь, в зависимости от образования, они смогут получить от 150 до 250 тысяч рублей. И эта работа будет продолжена. Потому что в соседних регионах, к сожалению, выше эта поддержка. Поэтому мы поработаем вместе с правительством. Возможно, будет принят еще дополнительный закон. Предприятия у нас серьезные на территории Владимирской области. Предприятия сельхоз. И очень важно туда привлечь молодые кадры. Проблема с кадрами на селе присутствует. И очень большая проблема. Соответственно, мы будем рады, как представитель хозяйства и как депутат составления только приветствовать повышение. Пускай небольшое, но тем не менее, это плюс для сельской местности. Готовить выпускников должны в современных условиях, уверены депутаты. В первом чтении принят закон о налоговых льготах для предприятий, которые вкладывают средства в колледжи и техникумы. Это касается закупки оборудований и открытия новых лабораторий и мастерских для студентов. И таким образом программы, по которым готовят наши студентов, приближаются к ожиданиям работодателей. К ожиданиям предприятий, на которых впоследствии будут работать бывшие студенты. Это то, о чем много говорили и представители образования, и представители промышленности. Вот сейчас отложится этот механизм. Пока закон приняли в первом чтении, потому что необходимо выстроить правильно порядок работы, исключить возможности злоупотреблений и сделать так, чтобы закон работал правильно. В рамках парламентского часа с докладом перед депутатами выступил заместитель губернатора Владимир Куимов. Вместе с итогами работы были озвучены и ключевые задачи на будущее. Одна из них — капремонт детских садов. На это обратил внимание президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Вице-губернатор отметил, областное правительство уже готовит документы для участия в федеральной программе. И мы планируем предложить примерно по 10-12 детских садов. Это будет порядка 400-450 или чуть меньше миллионов рублей ежегодного запроса в федеральный бюджет Российской Федерации. И далее всего Владимирской области на капитальный ремонт детских садов по нашим предварительным расчетам, из тех цифр, которые я сказал, потребуется объем денежных средств в размере 2,6 миллиарда рублей. Сегодня в области в ремонте нуждаются 47 дошкольных учреждений. Председатель областного парламента Ольга Хохлова подчеркнула, региону важно вовремя подготовить документы для получения федеральной поддержки. Сегодня действительно очень важно, чтобы у нас уже были заложены средства софинансирования, чтобы попасть в эту федеральную программу. Я надеюсь, что у нас все получится. И мы вот этот вопрос, который давно стоит уже во всех муниципальных образованиях, как только начали школы ремонтировать, сразу же вопрос встал о детские сады. Там нужны тоже современные условия и есть современные требования. Уверена, что мы войдем в эту программу и будем работать. Еще одно важное решение законодательного собрания – новая мера поддержки родителей, которые воспитывают детей с целиакией. Это редкое генетическое заболевание связано с непереносимостью глютена. В области 22 – ребенка, которым нужна строгая диета. Закон о социальной помощи таким семьям депутаты разработали вместе с областной прокуратурой. Уже с июня родители ежемесячно будут получать по одной тысяче рублей. Оксана Любимова и Евгений Адамов.